Виталичек, посмотрела, посмотрела Слушай, ну ты огромный молодец Я не знаю, как ты это сделал один, честно И заездил, и уже ездишь И просто, ну, начиная от дома, да Вот просто сам все нарисовал, сам все построил И, понятно, деньги это уже вопрос Даже, ну, вот для меня второй, понимаешь Вокруг много богатых людей, которые так бестолково распоряжаются средствами А как это все так получилось? Удобно, удачно, комфортно, рядом, красиво, эстетично Ну, просто, я не знаю, ты огромный молодец С конями для меня фантастика, как ты это сделал сам, ну, честно Вот человек, который заездил, тыкинцев, не каких-то владимирских, сука, тяжеловозов А тыкинцев один, для меня это просто, ну, вот непонятная какая-то история Ну, я бы, конечно, тебе говорила, что ты поросенок Потому что ты себя не бережешь и не жалеешь И с шапкой тоже я бы на тебя наругалась Блин, хочется прям тебе подарить шапку на Новый год Я понимаю, что ты ее носить не будешь, вот в чем вопрос Вот, но ты просто огромный молодец в этом, во всем И еще тебе, знаешь, хочу сказать, прям вот низкий поклон Но это уже прям вот на уровне каких-то глобальных процессов Там, я не знаю, конезаводства Потому что я вижу тебя верхом совершенно на других лошадях, нежели тех, которые были в ЦСКА И я понимаю, что в этом огромная твоя заслуга Во-первых, ну, то, что ты рядом всю дорогу и поддерживаешь В принципе, ну, как бы, с утра у меня проблема с именами Вот, он-то просто, ну, просто я снимаю шляпу Человек, который тянет на себе все поголовье Всю эту самую, всю эту жизнь не бросая и не выписываясь, да То сено не на что, то корма Вот, и, ну, вот это прям другие лошади Они густые для текинцев Они крупные Они суставистые Сейчас они оделись в мясо Это просто ты вообще не кажешься большим Ну, ни разу Ты сидишь как будто на тракине На совершенно гармоничном, понимаешь Не на собаке, а на лошади И вот это, конечно, удивляет Ну, помимо, конечно, вот этой невероятной красоты вокруг леса заснеженного Ну, у меня это, как бы, много в Пирогово Поэтому я это вижу Я, ну, это очень красиво Но меня потрясает Видно, что за этими лошадьми стоит огромная, колоссальная работа И твоя в том числе Как спортсмена, что ты хочешь видеть Что ты хочешь, ну, как бы, увидеть в этой лошади Понимаешь, поэтому, ну, просто я, вот, низкий поклон вам двоим Ну, просто, ну, я в восторге Просто в восторге, потому что это огромный, колоссальный труд И по поводу первой части эстетики и постройки, да И по поводу конезаводства тоже Потому что, ну, это, наверное, первая порода, вот, которую я вижу Которая так быстро переобулась под Под запрос спорта Потому что, в принципе, ну, что такое 10 лет, там, 20, да, для конезаводства Тем более с таким маленьким поголовьем Это не вся страна, которая сложилась и вместе создала, да, со всех заводов Как вот Европа, да, КВПНов А это одна, одна маленькая ферма Ну, в масштабах страны маленькая Поэтому, ну, вы огромные молодцы Это очень, прям, сердце радуется Сердце радуется, потому что это масштаб и в материи, знаешь, реализованный дом И конюшня, и то, что останется после нас И после тебя Поэтому я прям горжусь Горжусь вами по-хорошему Целую Да, вот, прям, снимаю шляпу Витальчик, Леоня, вообще, вот, считай, скажи ему, что он будет записан в историю Потому что он первый, кто из пород вот так реально переобулся И сделал лошадь под твой запрос Под вашу Ну, это общая работа Это невозможно сделать одному человеку Потому что это когда вот есть такая большая тесная связь Спортсмена и заводчика Ну, это вот, ну, для меня это простой человеческий, знаешь, подвиг Понятно, что вы это любите Понятно, что вы это хотите Но вот куча людей, которым по-хрену И, ну, после которых ничего не останется Понимаешь? А после Лени точно останется вот это все Потому что, ну, я не знаю Я буду очень рада, если найдется человек Который будет это все продолжать И так же любить сильно, как вы Вот я считаю, что это следующая ваша задача Найти, ну, как бы, смену потом Чтобы был мальчик какой-то, который Так же, там, которого ты научишь Ездил, да Ну, и может быть, это будет не мальчик Но по большому счету Это, вот я говорю, огромная селекционная человеческая работа Да, людям, которых ничего никто не дает Которые от себя отнимая Делают и Воплощают свою мечту в жизнь Ну, не знаю Я вот прям снимаю шляпу Лене тоже низкий поклон Потому что я увидела лошадей Которые, ну, меня потрясли Понятно, что это может быть еще немножко так на снегу Это самое Но просто у них суставы другие Они больше намного, чем были Те, которые Вот я в ЦСКА просто видела Большое количество лошадей И, ну, вот этих тыкинцев, да Тоже отчасти Лениных И я понимаю, что это вообще другие лошади Понятно, что они у тебя сытые Понятно, что они у тебя благодаря шагалке И твоему бесконечному вливанию туда энергии И труда, и сил Они у тебя ухоженные Накаченные, накормленные Но, блин, ты сколько не корми Если там нету пясти Если там нету костей Что ты с этим сделаешь? Ну, это невозможно При отсутствии костей Ничего накормить Поэтому я вижу, что это другие лошади Это, ну, качественно совершенно другая история Поэтому, ну, вы большие молодцы Понимаешь? Ну, это вот все Понимаешь? Вот в энергии Это когда в эстетике все складывается И красота, и уход, и профессионализм Притом, что нет никакой команды Один человек там, один человек здесь Ну, я не знаю, как вы это делаете Но очень классно Очень прям горжусь вами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому